К утру первого дня отопительного сезона пермские теплоэнергетики получили заявки от представителей почти 170 объектов социальной сферы города на подачу тепла. Постепенное подключение зданий к теплоносителю снизит общую нагрузку и позволит своевременно регулировать гидравлические и температурные режимы для сохранения работоспособности систем отопления. Как раз за этими процессами и недопущением различных нештатных ситуаций следят в оперативно-диспетчерской службе. За моей спиной находится большой экран, где мы отслеживаем все наши переключения, подключения всех наших потребителей, все держим под контролем. Цифровизация с помощью так называемой цветовой сигнализации, это нам гораздо облегчает труд для диспетчера. Диспетчер это все видит перед собой, мгновенно реагирует на все изменения и вводит все коррективы. К подаче важного ресурса пермские тепловые сети пермского филиала Т-Плюс подошли 100% готовности. В городе компания обеспечивает теплом и горячей водой 545 социально-культурных объектов. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей свыше 4,5 тысяч многоквартирных домов. В первую неделю в приоритете детские сады, школы и больницы, а уже после тепло подадут в жилые дома. Подача тепла началась во всех территориях города. Например, здесь в Матавилихинском есть небольшая ЦТП номер 34, которая обслуживает несколько объектов. Среди них многоквартирные дома и один детский сад, который находится за моей спиной уже к вечеру. Здесь будет тепло и комфорт не только для детей, но и для всего персонала. Руководство Пермских тепловых сетей отмечает, что во время подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики провели профилактику более 2000 километров теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций и 372 центральных тепловых пунктов. «Энергетики» в этом году сделали достаточно большую работу, учитывая, что у нас сегодня два знаковых события – 300-летие Перми. И в этом году наше предприятие Пермские тепловые сети отмечает свою 65-ю уже дату с момента образования. Все это время мы работали на благо города, на подачу тепла и уюта в квартиры горожан. Я думаю, жители Перми это достойно оценят. В год 65-летия Пермской теплофикации на обновление тепловых сетей города энергокомпания планирует направить 3,7 миллиарда рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании по планам составит 5,2 миллиарда рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова